Собачья жизнь или как в условиях финансового краха пытаются выжить 200 бездомных собак? Центральная тема сегодняшнего номера газеты «Рабочая правда». Журналист печатного издания встретилась с директором общественного фонда «Добрые руки», которая рассказала о реальной картине, которая сегодня развивается в фонде. Собаки голодают, приюту необходимы дрова, сено, тряпки, любые стройматериалы, хлеб, крупы, будки и цепи. Но это не все проблемы города. Самые животрепещущие темы Полевского, конечно же, касаются вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Отопительный сезон в южной части города начался на месяц позже. За это время на теплосетях произошло 64 аварии. Коммунальщики в спешке устраняли аварийные ситуации, меняли целые участки труб. На эти цели было потрачено 22 миллиона рублей. Кто виноват в сложившейся катастрофической ситуации на юге? Цифры, факты, комментарии специалистов вы найдете на странице 4. Тему коммунальных вопросов продолжает материал от Полевской коммунальной компании. ПКК подробно и доходчиво рассказывает полевчанам из числа читателей «Рабочей правды», как собственникам жилья в многоквартирном доме установить приборы учета. На этой же странице Мария Мальцева информирует горожан о том, как рассчитываются суммы налога на квартиру или дом. Но это не все новости от «Рабочей правды». 1 ноября в Полевском стартует популярный конкурс «Человек года-2016» по версии газеты «Рабочая правда». В этом году праздник пройдет в формате благотворительной акции. Все собранные средства будут потрачены на лечение больных детей. Праздник состоится 21 декабря в 19 часов в ресторане «Ностальжи» и будет транслироваться в прямом эфире на 11-м канале и городском сайте божополь.рф. Интервью с главным редактором газеты «Рабочая правда» Александром Федосовым о подробностях проведения конкурса читайте на странице 7. Вот уже два месяца в эфире нашей телекомпании. Еженедельно выходит программа «Говорит и показывает Полевской». Ее суть – это прямой разговор на актуальную тему с интересным собеседником. Вопросы в реальном времени задают жители нашего города. На этой неделе в гостях у моих коллег побывали заведующий хирургическим отделением Полевской ЦГБ Михаила Кельман и врач-уролог Степан Биндовский. Если вы не успели на прямой эфир, то печатную версию этого диалога на тему возможностей хирургического отделения читайте в свежем номере газеты «Рабочая правда». А еще на страницах печатного издания – традиционное спортивное обозрение от Максима Исаенко. Он расскажет об открытых соревнованиях по картингу, турнире по боксу и первенстве Свергловской области по плаванию по программе «Веселый дельфин». «Рабочая правда» – это источник самой достоверной информации.